Здравствуйте! Это время интервью студии Натальи Лопатина. С начала купального сезона в России утонули более 770 человек, причем свыше 130 погибших несовершеннолетние. Летом число случаев гибели людей на воде в России, к сожалению, возрастает. Об этом и не только. Мы поговорим с руководителем Центра гражданской защиты Андреем Дербеневым. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! И давайте начнем со статистики. Сколько человек утонуло с начала этого года? С начала купального сезона у нас в Самарской области погибло 16 человек. В Тольятти у нас зарегистрировано пока два случая, две гибели. Это 9-го числа июля месяца и 10-го на следующий день. То есть получается практически с разрывом в 12 часов. Где в Тольятти самые опасные места для купания? Где нельзя купаться ни в коем случае? Опасным считается любое место, которое не оборудовано, которое не проверено, рядом с которым не осуществляется никакое дежурство, нету бойковой зоны. То есть по факту это получается все, что у нас не подпадает под разрешенные пляжи. Но в городе еще, помимо всего такого, мы выделяем несколько мест. Это самое опасное, мы считаем, это у нас третье АТП. Со многими факторами это связано. И то, что там водоросли очень, скажем так, до двух, до трех метров вырастают. Это подземные источники, ну и бытовой хлам и мусор, который непосредственно там на дне находится. Также восьмерка, это рядом с третьим АТП. Большая проблема, очень часто спасатели туда приезжают, ведем разъяснительную работу и пытаемся достучаться до родителей, дети которых прыгают, электрическая высоковольтная опора стоит, с которой дети вот прыгают. Там были зафиксированы несколько лет тому назад, а гибель ребенка током била. Ну то есть вот такие вот вещи. И стоит отметить, что в основном это все происходит у нас из-за того, что люди нарушают элементарные правила личной безопасности. А где спасатели разрешают купаться в Тольятти? В этом году у нас введено было два пляжа. Это Итальянский пляж и Ворский замок. И в техническом переходном моменте у нас сейчас находится набережная 6 квартала. Мы знаем, что там достаточно много людей находится, поэтому, естественно, выставлены там буи и спасатели несут свое дежурство. Какой контингент отдыхающий для вас самый сложный? Ну это люди, которые, скажем так, злоупотребляют спиртными напитками. Как правило, с ними разговаривать на одной логичной волне невозможно. Причем иногда бывают такие вот из ряда вон случаи, когда отдыхает компания, употребляют алкоголь. Мы видим, что человек из этой компании вот шатающей походкой идет в воду. Мы его оттуда достаем, мы приводим фактически в эту компанию. Говорим, ребята, ну последите, посмотрите. Мы не читаем нотации. Мы не вторгаемся в эту вот компанию, вот в это пространство. Мы просто передаем человека и просим, чтобы они просто последили. Вместо того, чтобы, скажем так, прислушаться, либо еще что-то, чаще всего, в процентах где-то 60-70, мы получаем агрессивное поведение в нашу сторону. То есть, как бы, отсутствие логики полностью. Но это, наверное, и самая частая причина гибели людей на воде. Алкоголь в процентах 95 из всех несчастных случаев. Остальные у нас делятся, когда можно действительно сказать человеку не повезло или что-то произошло. Это приблизительно 1-2%. И, к сожалению, это нерадивые родители, которые не смотрят за своими детьми. Вот за последние две недели у нас спасено трое детей было, где в обоих случаях родители просто не смотрели за своими детьми. То есть, находились рядом, но не обращали внимания. Дети выпадали из поля зрения, и мы их уже доставали непосредственно, когда вот реально ребенок уже захлебывался. И спасти удалось. Да, это было спасено трое детей, и все это было на набережной 6-го квартала. На необорудованных пляжах подстерегают опасности, о которых люди практически ничего не знают. Знают, что просто запрещено купаться. А почему и как, да, они даже не задумываются. О чем бы вы хотели предупредить тольяттинцев в таких случаях? Ну, самое первое, когда вы приходите на необорудованное место, вы должны четко понимать, что помощь к вам придет, скажем так, с некоторым, не то что опозданием, но на это потребуется некоторое время. То есть на это надо четко понимать, опять же, быть готовым к тому, что ситуация как бы не развернулась, это вам придется оказывать помощь, вам придется как-то действовать, вызывать потом спецслужбы и реагировать на то, что рядом с вами происходит. Вот, к сожалению, несчастный случай у нас произошел тоже на набережной 6-го квартала. Это кафе «Небо», где люди отдыхали. Это было уже 10-й час. То есть человек, мы не знаем сейчас пока при каких обстоятельствах, обстоятельствах, но опять же, очевидцы говорят, что люди, естественно, отдыхали, наверняка, может, там был алкоголь, там только экспертиза потом покажет. Ну вот молодой человек пошел купаться. Соответственно, в этой кампании, опять же, допустили, что человек ушел раз. После того, как человек пропал из виду, ну, один человек всего лишь отреагировал, попытался найти. Ну, то есть мы должны четко понимать и люди должны знать, что на оказании первой помощи, если вы человека пытаетесь найти и достать из-под воды, у вас есть 5-7 минут. То есть за вот это вот время можно было принять участие там 5-6. Там действительно со слов очевидцев было достаточно много людей. Ну, вот только один отреагировал, позднее время суток уже темно. Не обнаружили, соответственно, приехала служба спасения, потом водолазы в 10 метрах от берега, глубина была 2,5 метра. Нашли достаточно быстро, но по одной причине, потому что, опять же, очевидцы показали место, где это произошел несчастный случай. А в первом случае, когда у нас женщина погибла на третьем АТП, то есть это был обед, 13 часов, когда спасатели приехали, водолазы начали работать, окружающие и люди, которые были вот в этой компании, они не смогли даже точное место показать. То есть это говорит о том, что, ну, из ряда вон вообще была ситуация. Женщина была найдена на следующее утро, утром. Был просто очередной, ну, очередные были произведены поисковые спасательные работы, ну, и тело было обнаружено, но там достаточно около часа пришлось охватывать большую территорию. Не видит утопающего, потому что сложно увидеть, или все-таки это невнимательность? Ну, это, скорее всего, невнимательность, это еще полбеды, а бывает безразличие, когда ты видишь точно, что человек в нетрезвом состоянии идет купаться, и, скажем так, все окружающие делают вид, что этого не замечают. Хотя прекрасно же, но видно, что когда человек совсем себя адекватно ведет. Спасение утопающих – это только часть вашей работы. Чем еще приходится заниматься на дежурствах в летний период, например, да? Ну, тут истории можно, скажем так, не на одну передачу. Средний день спасателей – это порядка от 15 до 20 вызовов. Скорее всего, ну, опять же, по статистике, поэтому вот уже так вот на скидку, это будет приблизительно одно-два ДТП, пара вызовов будет подозрения на несчастный случай, три вызова, скорее всего, будет помощь сотрудникам 0,3 в эвакуации людей с большим весом, там еще, когда родственников нет, ну, то есть мы понимаем, что приезжает скорая помощь, там два врача сидит, которых мало чем могут физически помочь. Ну, а дальше бытовые случаи подозрения на несчастный случай. Два дня тому назад приходилось лосика искать, который у нас прибежал и находился сначала на спортивной улице, потом на набережной. В этот же день у нас было отработано осиное гнездо на детском саду. Дальше поздно вечером летучая мышь залетела в квартиру. Ну, опять же, для мужского населения страшного ничего нет, а когда там две девушки живут, и вот у них вот эта вот летучая мышка залетела. То есть для них это была проблема. Ну, то есть вот все отрабатываем, абсолютно все есть, и, скажем так, привыкнуть к этому, ну, крайне, скажем так, не получается. Иногда бывает такое, что ты отработал длительное время, чего ты только уже не видел, но бывают случаи такие, где действительно дом из ряда вон выходящий. А были ли ваши практики, был ли ваша практика какой-то случай, который вы помните до сих пор? Вы знаете, их тоже настолько много, что вот прям сразу вот как-то так, на скидку сказать, просто выбрать крайне тяжело. Чаще всего вот врезается в память, это когда вот уже с позитивным исходом, когда действительно как бы вот человеку повезло, и ты отработал. Ну, это в основном, скажем так, вот, когда суицидник пытается жизнью покончить, и вот удается вовремя отреагировать и, скажем так, поучаствовать. Это уже прям физика, где действительно это от тебя зависит. Ну, такие могут быть. Но на самом деле их действительно очень много, поэтому вот выбрать крайне тяжело. Еще одну тему хотелось бы осветить, это увеличение количества ДТП в летний период, опять же. Что чаще всего становится причиной? Ну, как правило, опять же, элементарное нарушение правил личной безопасности и техники вождения. То есть люди видят хорошую дорогу, люди хотят погонять. Некоторые, опять же, в большинстве случаев у нас ДТП, это из-за употребления алкоголя. К сожалению, страдают люди, которые даже себя ведут адекватно и едут, но становятся жертвами, скажем так, вот таких нерадивых водителей. У нас за июнь месяц у нас произошло 48 крупных таких ДТП. К сожалению, погибло 3 тольяттинца и 59 пострадало. Сейчас июль месяц только полмесяца прошло, у нас уже 38 ДТП, двое погибших и 44 пострадавших. То есть к чему все это я сейчас говорю? Это приблизительно где-то, скорее всего, в два раза больше будет, чем за прошлый месяц. А мототранспорт? Это больная мозоль, я так понимаю, вообще всего мира. Не только это у нас такая проблема. Вот после спасения детей двух у нас сразу было отработано оказание первой медицинской помощи на набережной. Столкнулся скутерист с велосипедом. Ну, то есть, опять же, молодые люди, небезопасная скорость. У спасателей вообще бывают периоды затишья, когда в Тольятти ничего не происходит? Ну, или происходит минимально? Вы знаете, на такой вопрос у нас один единственный ответ. Мы четко разделяем спасателей и службу. Вот у службы затишья, к сожалению, нет. Круглосуточно что-то происходит и круглосезонно. То есть, всегда что-то происходит. А у спасателей затишья может быть только в отпуске. Андрей, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего хорошего. А я напоминаю, у нас в студии был руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова